Привет, с вами Sawyer. Это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня поговорим про функциональное программирование. Рассмотрим три варианта реализации одной простой задачи на JavaScript в функциональном стиле. И каждый раз повышать будем градус функциональности в каждом примере. Давайте посмотрим, что у нас получится. Ну и начнем с постановки задачи. Задача очень простая. У нас есть массив, состоящий из целых положительных чисел. И нам нужно написать функцию, которая будет увеличивать значение каждого элемента массива на единицу. Инкрементировать значение массива. То есть 1, 2, 3 должен стать 2, 3, 4. Значит, если бы мы делали в каком-то процедурном языке, в императивном стиле, мы бы начали с какого-нибудь цикла for. Пробежались бы по элементам массива. Увеличивали бы это элемент массива на единицу, как-нибудь вот так. И, по сути, делали бы это с мутацией стейта в классическом таком оперативном стиле. Поэтому для того, чтобы понять, что для нас функциональный стиль, нам нужно какие-то базовые понятия ввести. И мы под функциональным стилем будем понимать, в первую очередь, декларативный вариант написания кода, а не императивный. Второе, иммутабельность, то есть значение переменных не должно изменяться. И мы не должны никак менять глобальный стейт. То есть у нас должны быть только чистые функции, которые не имеют сайт-эффектов. И самое важное, у нас должна быть ссылочная прозрачность и отсутствие стейта. То есть фишка функционального программирования заключается в том, что он устраняет ошибки, связанные с ошибками стейта, путем устранения самого стейта. То есть у нас все функции зависят только от своих входных данных и выдают результат, тем самым они являются чистыми. И стейт, по сути, определен только входными данными, если его вообще можно считать стейтом. Вот, поэтому отсутствие стейта это основное, что у нас есть, потом декларативность, потом иммутабельность, ссылочная прозрачность и частота функций. Вот эти, в этот обязательный минимальный набор мы будем считать признаками функционального программирования. Ну и понятно, что вся наша цепочка действий должна походить на вызов функций, вложенных друг в друга. То есть это есть как бы математическое такое представление функциональной парадигмы. Ну давайте теперь напишем, точнее посмотрим, как написана простейшая программа на JavaScript с использованием примитивов JavaScript для выполнения нашей задачи. Я ее заранее написал и она состоит буквально из одной строчки, потому что ничего сложного в задаче нет. Но давайте посмотрим, почему я считаю данный вариант функциональным. Ну во-первых, явный декларативный стиль. То есть мы говорим, что мы хотим получить, описываем, что мы хотим получить, а не как мы это хотим получить. Далее у нас есть анонимная функция, то есть функции первого порядка. Мы передаем их в качестве аргумента и она уже выполняет вычисления. То есть вычисления зависят только от входных данных и не зависят от глобального стейта, не меняют никакого глобального стейта. Соответственно, вот эта функция может считаться чистой. И мутабельность достигается за счет того, что мы не изменяем вот эти элементы, а создаем новый, новый массив, новый список с измененными значениями. То есть основные характеристики вроде бы как выполняются, кроме одной маленькой детали – стейт. У нас на самом деле JavaScript – это объектно-ориентированный язык. И у нас вот здесь создается объект, у которого есть стейт. То есть 1, 2, 3, вот эти элементы массива – это стейт нашего объекта. И мэп на самом деле не получает его через параметры функции. Он получает его именно как часть стейта объекта и итерирует по этому стейту. И это такое допущение, которое мы вынуждены делать, потому что понятно, что мультипарадигмный язык, он не чисто функциональный. И мы будем закрывать на это глаза и считать, что все равно в целом программа работает в функциональном стиле, хотя нарушается вот этот вопросик со стейтом. То есть стейт у нас появляется на уровне объекта, которого, по идее, быть не должно. Но мы будем считать, выполняется этот пункт, потому что стейт, он, во-первых, очень недолгое время существует. То есть его время жизни не превышает время жизни самой функции мэп. Это раз. А во-вторых, он никак не эмутируется, не изменяется и никак далее не распространяется по программе. И вот как бы когда мы понимаем, что да, есть стейт, а в функциональном программировании этого стейта быть не должно, и мы делаем все, чтобы минимизировать время его жизни, вот это можно считать функциональным стилем, на мой взгляд, в JavaScript. Хотя если мы начнем вот этот стейт, не дай бог, присвоим его какой-то переменной, начнем его таскать, менять, то понятно, что никаким функциональным программированием здесь не пахнет. Поэтому здесь нужно вот четко понимать, что стейт должен быть минимизирован, не должно быть долго живущих объектов с каким-то состоянием. Ну и понятно, чем меньше всяких условий, ифов, циклов, которые мы можем делать в оперативном стиле, которые, ну, все равно проскальзывают на самом деле, даже когда мы хотим работать в чисто функциональном стиле, чем меньше всего, всех этих атрибутов, тем ближе мы к функциональной парадигме. Но на самом деле, вот в таком подходе есть одна небольшая проблема, мы бы могли, например, в другой задаче вместо map использовать reduce, и там бы у нас возникла ситуация, что функция, которую мы передаем, анонимная функция, она может содержать три параметра. И эта проблема говорит о том, что вот эта функция содержится не в карированном виде. А если мы вспомним функциональную парадигму, у нас лямбда-исчисление предполагает, что у нас все функции являются функциями одной перемены, и они содержатся в карированном виде. То есть у нас не карированный вид, соответственно, мы немножко нарушаем лямбда-исчисление. Почему эта проблема? Ну, вот как раз это нарушает вот эту гениальную совершенно унификацию, которая есть в лямбда-исчислении. И как эта унификация нам помогает писать более гибкие и корректные программы, мы сейчас посмотрим. Давайте рассмотрим теперь второй вариант, который я предлагаю подумать. Это вариант с представлением функции в карированном виде. Для этого мы должны внести свою базу. То есть если для этого мы использовали мэп, который задан в библиотеке JavaScript, то сейчас мы сделаем свой мэп. И вообще, когда вы начинаете программировать в функциональной парадигме, вы понимаете, что все массивы это списки. У списков есть заголовок или голова списка, первый элемент списка, который может быть пустым. И хвост, который тоже может быть пустым. И является всеми остальными элементами списка, кроме головы. Поэтому мы начнем с того, что определим вот эти базовые, на самом деле, для всех функциональных языков вещи. Это понятие головы списка и хвоста списка. Мы их определим достаточно просто. И по сути, мы должны это сделать через примитивы JavaScript, поэтому мы их используем. То есть вот здесь у нас то же самое, та же самая ситуация, что и с мэпом. Мы используем список как объект с состоянием и применяем к нему какой-то его метод. Но так как мы это изолируем, то есть мы по сути вот эту всю нефункциональную часть мы выносим отдельно. И далее мы будем использовать только tail. И вот тем самым мы добьемся чуть большей чистоты нашего функционального программирования. Дальше мы, как я уже сказал, будем использовать только карированный вид функций. То есть у нас все функции будут функциями одной переменной. И соответственно, для того, чтобы сделать функцию, объединяющую два списка, мы сделаем две вложенных в друг друга функции. И эти функции будут функциями с одним аргументом. Это и есть карированное представление. И через замыкание мы будем получать результат. И здесь возникает еще один интересный момент, связанный с функциональным программированием. Смотрите, у нас получается, что вот эта функция зависит от своего параметра и от параметра, который был получен в предыдущей функции. То есть как бы получается немножко так глобальный state. Здесь есть важный нюанс. Частота функции не нарушается, если мы не изменяем глобальный state. То есть у нас в функции нет сайт эффекта. То есть мы просто читаем эту внешнюю переменную, никак ее не меняем. Это первое. То есть это сохраняет нашу частоту функции. И по сути мы можем взять любую константу. Если мы заведомо знаем, что тот параметр, который мы используем внутри функции, является гарантированной константой, никак не меняется никакой другой частью программы, это нам соответственно говорит о том, что при вызове одних и тех же параметров у одной и той же функции мы будем получать один и тот же результат. Только при условии, даже если мы используем внешние глобальные какие-то константы, если они неизменяемы гарантированно, то у нас результат будет всегда один и тот же. А определение чистой функции говорит, что она должна зависеть только от своих аргументов. И для одних и тех же аргументов выдавать один и тот же результат. Первое. Это выполняется даже если мы используем глобальные константы. И второе. Она не должна иметь сайт эффектов, то есть изменять внешнее состояние. Поэтому вот это замыкание, которое здесь есть, это нормально с позиции чистоты функции. Вот данная функция мерч, она остается чистой. И вложенные анонимные функции, они тоже остаются чистыми. Это важный момент. То есть главное, чтобы у нас ничего не менялось вовне, и мы зависели только от входных параметров. Окей, сделали еще одну вспомогательную функцию мерч. Ну и конечно, нам нужно будет свою функцию длины массива, потому что опять же это свойство массива. Это идет нам из объектно-ориентированного мира. Мы хотим все, что связано с объектно-ориентированным миром, вынести отдельно. Вот мы это вынесли. То есть вот это мы сделали такой библиотечный код, который заменяет примитивы JavaScript и делает это в более чистом функциональном представлении. Этот код, понятное дело, может быть библиотечным. И если вы посмотрите, существует огромное количество библиотек, которые написаны для JavaScript, которые помогают писать в функциональном стиле. И там вот подобный код содержится. Поэтому это не как бы в данной задаче мы не увеличиваем по отношению к предыдущему варианту код. Просто мы создали необходимые нам примитивы. Еще один важный примитив, который в предыдущем варианте мы тоже использовали из коробки, что называется, это map. Вот здесь мы определили map уже в том виде, который он предполагается функциональной парадигме. Первое, это использование рекурсии. То есть если вы посмотрите, то мы вот здесь рекурсивно вызываем функции. И по сути рекурсия это есть способ итерировать объекты в функциональном мире. И дальше у нас возникает ситуация, что из рекурсии нужно выходить. Для этого нам нужно какое-то условие. И опять же, в функциональном мире у нас есть паттерн-мачинг. И наверное самое близкое, что мы можем использовать в JavaScript к паттерн-мачингу, это тернарные операторы. Поэтому мы берем тернарный оператор, проверяем, соответственно, размер size of array равен ли он 0. Если равен, то возвращаем накопленный аккумулятор. И про аккумулятор, наверное, нужно будет еще отдельно разговаривать, если мы будем говорить про хвостовую рекурсию и про не хвостовую рекурсию, то вот без аккумулятора сделать хвостовую рекурсию достаточно сложно. И это следует, наверное, поговорить отдельно. Поэтому практически всегда, когда мы хотим сделать хвостовую рекурсию, мы добавляем аккумулятор в параметры нашей функции. Значит, дальше функция map у нас находится в карированном виде. Опять же, функция, вложенная в функцию. И в следующем примере мы посмотрим, как такая унификация нам помогает. Значит, что мы теперь видим? Значит, первое функциональное – это карированный вид. Это первый функциональный признак. Дальше рекурсия. Дальше условный pattern matching. И дальше вот этот сложный вызов, который на самом деле сложен еще потому, что мы используем функцию в карированном виде. Это значит, что вот этих скобочек становится слишком много. Конечно, вот получается три аргумента. Вот они. Первый аргумент, второй аргумент, третий. И для каждого из них мы должны две скобочки нарисовать. В нормальных языках это можно было бы спрятать за синтетическим сахаром и рисовать только одни скобки, но при этом внутреннее представление нашей функции было бы все равно карированным. Нам важно, чтобы вот каждая функция была внутри с одним аргументом. Это можно было бы, я еще говорю, скрыть, но так как у нас JavaScript, то скрыть не получается, поэтому вот этих множество скобочек нам пришлось добавить. Поэтому смотрите, что получается. Вот мы вызываем первую функцию, она нам возвращает функцию. В эту функцию мы ее вызываем и передаем f. f это как раз наш коллбек, который будет увеличивать значение на единицу. Этот коллбек тоже возвращает функцию. И в эту функцию, которая возвращается, мы уже передаем объединенный аккумулятор. Изначально этот аккумулятор будет пустой. И к этому аккумулятору мы добавляем результат вычисления функции нашего коллбека с головой списка. А в рекурсию мы хвост списка передаем. Это достаточно сложная логика, но она 100% функциональная. То есть выделить голову списка, к ней применить функцию коллбека, а хвост списка передать по рекурсии дальше. И соответственно рекурсивно все это пробежать. Вот так работает мэп. И опять же, мэп это примитив, который мы можем использовать многократно. Он нужен для того, чтобы заменить стандартную часть в библиотеке JavaScript. Окей, мы это сделали. Ну и теперь, собственно говоря, если бы у нас эти все примитивы уже были готовы, то вся наша программа была бы практически точно такой же, как в предыдущем случае. То есть мы берем мэп, только теперь он уже зависит от своих аргументов. Первым аргументом мы передаем, соответственно, массив, который хотим изменить. Вторым аргументом функцию, которую мы хотим изменить. Третьим это состояние аккумулятора, то есть итоговый массив будет создаваться в пустом массиве. И вот здесь я хочу обратить внимание, что вот здесь вот я использую мой любимый формат представления, который я называю «Все есть в списке». То есть здесь на самом деле один элемент. Но я его беру в квадратные скобки, потому что это список из одного элемента. Это удобно тем, что, во-первых, мы вот здесь потом, когда делаем мерч, то получается, что мы мерчим аккумулятор, который является списком, со списком из одного значения. И это первое удобство. То есть нам не нужно там где-то оборачивать, проверять, является ли он списком, не является ли он списком. То есть мы точно знаем, что все, что у нас есть, есть в списке. И даже если это одно значение, это список из одного значения. Это очень удобно. Второй момент, что у списка есть классные два состояния. Это пустой список, который, ну, по сути, является аналогом null и undefined. То есть пустой список очень удобен. В использовании всегда, когда мы не знаем, что возвращать, мы возвращаем пустой список, и он очень устойчив относительно некорректного поведения. То есть если вы вызываете метод пустого списка, где-то вы программируете с использованием методов JavaScript, вы не падаете в ошибку. Это очень удобно. Ну и, соответственно, второй частный случай – это список с одним элементом. То есть назовем с единицей. Тоже список с одним элементом мы можем рассматривать как единичный элемент. И, соответственно, список получается очень-очень удобным, тоже унифицирующим работу программы элементом. То есть элемент из одного списка – это удобно. Поэтому я в данном случае добавил такое явное обертывание значения в список. И теперь я точно знаю, что везде у меня, где бы ни было в программе, значение одного элемента в данной программе, это всегда будет списком. Соответственно, я могу к этому списку просто применить head, да, и уже это будет первый элемент. И в любом случае, если это пустой список, значит он будет undefined. Если это не пустой список, это будет первый элемент. Если это список с одним значением, это тоже будет первый элемент. То есть это унификация. Это очень удобно. Отлично. Ну и как бы здесь возникает вот этот вопрос, который у всех вызывает много-много сомнений. Ну а зачем нам этот карированный вид? Вот мы берем, и теперь вместо того, чтобы просто вызвать мэп с параметрами, там массив, функция, начальное состояние аккумулятора, мы теперь вот эти вот страшные скобочки добавляем. И вот теперь давайте перейдем к третьему варианту, и я надеюсь, станет более понятно, в чем с этим карированным видом замануха. Давайте теперь мы добавим еще такое понятие, как конвейер. Значит, сейчас функция перепишется то же самое, что во втором случае, и на самом деле добавится только конвейер. Конвейер – это возможность выполнения функций, то есть если мы назовем его pipe, это возможность выполнения функций слева направо. Функции должны быть с одним аргументом. То есть pipe, что нам делать? Он берет, и вот мы сюда передаем аргументы, и он каждую функцию выполняет с этими аргументами, передавая в следующую функцию результат предыдущий, да, это обратная вещь функциональной композиции. И вот как это используется у нас в нашем случае. Смотрите, мы определили всю ту же мэп, здесь она записана без вот разделения по строкам, поэтому очень такой лес скобочек он запутывает, да, то есть вот третий параметр, второй параметр, первый параметр. Пайп, он тоже представлен в корированном виде. Первый параметр – это список функций, обязательно список. Опять же, мы применяем список как очень удобную абстракцию. Второе – это, собственно, те параметры, те аргументы, которые мы хотим передать в первую, в начальную функцию, и их на самом деле тоже ровно одна. То есть все функции у нас функции одной переменной. Соответственно, дальше мы тоже применяем наш условный паттерн-матчинг. Так, идем по хвосту функций, а с головой, соответственно, выполняем функцию с аргументами. И дальше возвращаем результат этой функции как аргументы, да, и выполняем в следующем цикле снова. То есть вот идем в первую функцию, выполняем результат, передаем в вторую и так далее. Это классический конвейер. И вот теперь, раз у нас сделана унификация, что все функции являются функцией одной переменной, то мы можем в пайп передавать эти функции в виде комбинации. И на самом деле мы сейчас взяли, создали на основе пайпа функцию увеличения чисел, да, инкнамс ее назвали. И далее, смотрите, первое, мы передаем мэп. Мэп это функция с одним аргументом. Она возвращает в результате еще одну функцию. Поэтому раз возвращается функцию, мы создаем анонимную функцию, которой вот это вот, это и будет возвращаемая функция next. Соответственно, вот нам теперь нужно в эту функцию передать нашу конструкцию, увеличивающую значение на единицу. Это очень сложная на самом деле функциональная парадигма вещь, когда мы анонимную функцию используем для того, чтобы закрепить значение второго параметра. То есть у нас вот есть эта функция next. Мы в нее передаем значение нашего параметра, увеличенного на единицу. И так как у нас все это функции одного аргумента, и все функции, которые мы используем, функции одного аргумента, эта унификация позволяет нам сделать это все в виде пайпа, сколько угодно сложного. Мы можем несколько раз в этом пайпе использовать мэп. Мы можем добавить другие функции с одним аргументом, и он будет корректно работать. Соответственно, для того, чтобы закрепить нам пустой массив, мы опять же в этом пайпе используем анонимную функцию, и третий параметр через next, через анонимную функцию, закрепляем. И в итоге получается, что теперь мы берем наши InkNams, и просто выполняем относительно нашего массива, 1, 2, 3, и это все замечательно работает. И вот пайпы – это одна из самых фантастических штук, которые есть в функциональном программировании, потому что это конвейер функций, которые выполняются, у которых нет между ними никакого состояния, все состояние передается через параметры. За счет того, что у нас есть унификация в виде того, что все функции являются функциями одной переменной, мы в этот пайп можем любую функцию, которая у нас есть в программе, засунуть. Мы можем засунуть не все параметры, мы можем не закреплять, например, вот этот параметр, а закрепить его при выполнении функции InkNams. То есть InkNams, мы сначала говорим, что у нас уже есть какой-то начальный аккумулятор, 1, 2, 3, 4, и к нему, не инкремитируя вот эту часть, к нему мы добавляем еще там 5, 6, 7. И у нас получится, что вот эта часть будет инкрементирована, а вот эта часть просто будет к ней добавлено результат инкрементации вот этой части. То есть мы можем уже делать комбинации, которые будут вести себя гораздо сложнее, чем изначально задумывалось. И так как все у нас в карированном виде, эти комбинации могут быть очень сложными, они будут зависеть только от своих параметров, они очень хорошо могут быть протестированы, опять же, в силу того, что у нас все карировано, и все может быть выполнено как связка входных параметров и результат. Все у нас является чистыми функциями, это позволяет верифицировать программу, показывать, что у нас есть несколько веток выполнения, все эти ветки выполнения заканчиваются в нормальных состояниях, и все это вместе, отказ от стейтов, отказ от динамических типов, то есть когда мы говорим, еще добавляем к функциональному программированию статические типы, то есть мы на основе вывода типов получаем надежность по ошибкам типов, за счет отказа от стейта объектов и вообще от стейта, мы получаем надежность за счет устранения ошибок стейта, и в итоге получаем еще и достаточно надежные комбинации, хорошо тестируемые, и которые можно проверифицировать и показать, что они всегда приводят программу в конечное нормальное состояние. И вот этот третий вариант, это уже вот такое классное, на мой взгляд, полноценное функциональное программирование, где мы уже максимально честно говорим, что да, у нас функциональная парадигма, да, у нас все есть чистые функции, у нас все есть корированные функции, у нас есть конвейеры, сюда можно еще там композиции добавить, функции. И это уже вот та функциональная парадигма, которая используется в полноценных функциональных языках, и есть библиотеки для JavaScript, которые позволяют это реализовать. Я надеюсь, вы уловили, что функциональная парадигма, она может быть представлена очень просто, примитивами JavaScript с дополнением и пониманием нюансов того, как это все работает. Вот map, да, это как бы функционально, декларативно, но надо помнить, что там есть небольшой state, этот state нужно не давать ему долго храниться. Вот, а здесь уже как бы весь state минимизирован, все копируется, все иммутабельно, и соответствует декларативному представлению. Вот так я бы усложнял функциональное программирование с очень простого варианта до достаточно сложного, по крайней мере, этот последний вариант с пайпами, с многозначным поведением, он реально сложный. По крайней мере, я думаю, что понять его так сходу получится не сразу, поэтому подумайте, посмотрите еще раз, попробуйте сами написать этот код. И я думаю, что если вы поймете вот эту разницу, эту принципиальную разницу, как карированные функции позволяют организовывать их в конвейеры, а вы сделаете такой хороший шаг вперед. Ну а с вами был Сойер, спасибо, что слушали. До свидания.